Жители региона устали от политических дрязг, в которых их втягивают чиновники Серпуховского района. Подтверждение этому прямой эфир с главой района, проведенный накануне. Людей интересовали конкретные дела администрации, но, к сожалению, на многие вопросы ответить чиновник не смог. Почти двухчасовой эфир, в основном состоящий из многословных оправданий, выслушала Маргарита Кирикович. Судя по всему, этот эфир может стать лебединой песней главы Серпуховского района. Конечно, не из-за качества его проведения. Оно традиционно скучное и безликое. Ведь вопросы задавались только те, которые прошли серьезный отбор, и к микрофону подпускались проверенные люди. Оппонентов у первого лица, как всегда, не было. Его длинные монологи оспорить было некому. Первый вопрос гостю студии не был задан конкретным слушателям, он прозвучал из уст ведущей. Что сейчас происходит в районе? Я не против того, что проводились расследования. Это и их есть работа. Это вообще беспрецедентный случай. Собственно говоря, трех женщин арестовали. Буквально накануне в Серпуховском районе возбуждено еще три уголовных дела, касающихся афер с землей в Донковском поселении в поселке Пролетарский. На общую сумму порядка 4 миллионов рублей. Руководитель района как мог оправдывался и снова использовал свою привычную тактику. Лучшая защита – нападение. И виновными происходящим видел всех, но только не себя. Все разные уголовные дела приводят сотрудники ФСБ, сотрудники ГОИППК Московской области и следователи, опять же, областной полиции. Приводят абсолютно такие неразумные доводы вместе с прокуратурой. Но якобы Конышева хотела уничтожить какие-то там файлы на компьютере. С земельными махинациями и взятками Серпуховский район прославился не сегодня, а в первые годы прихода к власти очень предприимчивого бизнесмена. Еще на слуху нашумевшее на всю страну дело о получении взятки заместителем главы Серпуховского района Елены Базановой. Мошенничество чиновников липецкого поселения сейчас под следствием находится и руководитель Васильевского. По мнению следствия, речь идет о сознательной незаконной торговле государственными землями, поставленной на поток. И несмотря на то, что имя главы Серпуховского района не указывается в документах, это не значит, что он не был в курсе происходящего. Судя по всему, как отметила одна из центральных газет, стерильный шестун на этот раз изрядно вляпался. Поэтому, как за соломинку, уже не первый раз он хватается за обращение к президенту. Только в этот раз сделано много непозволительных ошибок. Действительно, сажает очень много людей гораздо выше, чем меня по статусу. Естественно, эти серьезно воспринимают угрозы. И, как мы видим, у них хватает наглости, цинизма. Несмотря на то, что я это опубликовал в виде обращения к президенту, Песков, пресс-секретарь президента, на это отреагировал и сказал, что я обязательно посмотрю. Да, я знаю об этом обращении. Тем не менее, они не стесняются. И, то есть, продолжают столь же циничным образом проверять. Как тут не вспомнить Гоголевского-Христакова, который слишком преувеличивал свою значимость и приукрашивая свои возможности, при этом начинал сам верить в свое могущество. Мы работаем в сто раз лучше, чем администрация Сербхо. Более получаса прямого эфира первое лицо района посвятило собственной персоне. Радиослушателей эта тема не затронула, поскольку не было ни одного телефонного звонка, в котором бы прозвучала поддержка позиции главы. А первый из пробившихся в эфир жителей интересовался совсем другим. Мы показали сюжет, и сами мы как бы убедились, что подъезд к кладбищу в деревне Скрылья действительно перекрытый, и люди не могут ни подъехать. А кем он перекрыт? Подъезд кем перекрыт? Заборами. Вот эти земли были распроданы со стороны деревни Скрылья. У нас это старая больная тема, это вот движение автобуса по деревне Дракена. Родители проживают в пролетарском поселке, и у них то свет отключат, то горячую воду. Платят регулярно за коммунальные платежи. А потом выясняется, что управляющие компании не получают какие-то... Нет, они получают деньги, но вдруг ресурсникам Мосэнергосбыт и другие компании деньги не передают. Я не могу ответить, у нас более 120 населенных пунктов. Не смог ответить глава района и на другие вопросы, например, о питании в сельских школах. Предлагаемые для обсуждения темы не понравились чиновнику. И в том, что он не владеет ситуацией и не интересуется проблемами простых людей, опять-таки обвинил других. На этот раз уже ведущего. Вы мне показывали бы эти вопросы, я бы вам сразу ответил бы в самом начале, отправил бы сейчас в администрацию и получил бы 100% ответ. И как-то вы странно ведете эфир. Возможно, из-за того, что в программе прозвучало большое количество нерешаемых проблем и ни одной благодарности за работу районным властям, настроение у первого лица испортилось. И до конца эфира он с трудом сдерживал свое раздражение. Закончилась программа, с чего и началась. Глава возмущался тем, что в районе продолжаются обыски и аресты чиновников. Своё волнение и опасение, что, возможно, следствие непосредственно затронет его персону, скрыть он не смог. Продолжение следует...